В данном изучении видеть отдельное обзором Шелкова, Менина, для того, чтобы сериаловаться, как с удовольствием, будет на каналу Гвардии Российской Федерации, Илья Сержинского, продемонстрирует приемное действие при угрозе нападения с использованием холодного и антисрельного оружия, а также ведение рукопашного боя с несколькими противниками. Илья Сержинского, продемонстрирует приемное действие приемное действие. Воинские части специального назначения и разведывательные воинские части являются мобильным компонентом войск Национальной Гвардии Российской Федерации. Их прообразом явились воинские части подразделения, формированные по приказу РКВД СССР от 27 июня 1941 года, отдельная мотострелковая бригада особого назначения Амсборг, НКВД СССР. С февраля 1942 года и до конца Великой Отечественной войны За диверсионно-разведанную работу в тюрьме немецко-фашистских захватчиков на базе Амсборг было подготовлено и направлено 108 специальных отрядов и групп общей численностью более 2,5 тысяч человек и более 50 одиночных исполнителей. Великой Отечественной войны Дэвид Форн Современная история войск и частей в местном значении войск Национальной Гвардии Российской Федерации насчитывает свыше 30 лет. Создание войска первого подразделения в Петсказе связано с решением Международного литератического комитета о проведении 12-летних коллективных выигр в 1980 году в городе Москве. В декабре 1977 года по указанию министра внутренних дел СССР в отдельной мотоцелковой дивизии особого назначения имени Сержинского внутренних войск было создано подразделение, получившее название «Учебная рота спецназначения», где подготовка личного состава осуществлялась по программе подразделений спецназначения для борьбы с терроризмом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Успешные действия подразделения специального назначения и разметки во время вооруженной концы привели к выводу о необходимости создания воинских частей спецназначения и разметки так высокомобильного компонента Росгвардии, оснащенного современным вооружением и высокотехнологическими средствами разметки. В столь непродолжительный срок своего существования за героизм, хужество, отвагство, самоотверженность, военность при выполнении служебно-боевых задач 7 военнослужащих подразделений спецназа и разведки Востоконациональной гвардии РФ стали героями России. Шестеро издит, к сожалению, посмертно. В 44 военнослужащих подразделений спецназначение и разведки Росгвардии присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. Героя Российской Федерации Героя Российской Федерации.